Всем привет, с вами Артур, продолжаем проходить Heavy Rain, опять же начинаем играть за детектива, давай просыпайся, мне кажется я постоянно начинаю играть за детектива, ну вставай ты уже. Ящички, ящички, так свет, почему свет не влияет, вот, 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 отлично, что у нас есть в ящичках, жетон полицейского, наверное. Детектив. Пистолет. Какое специальное занятие, так папочку пока не открываем. Ингалятор. Ой, может не стоит? Нет. Таааак. Так, что тут у нас есть? Куча всяких ящичков, папочек. По агенту ФБР это все попроще. Заяц, когда делать нечего, ходишь, там можно посидеть, там можно посидеть. Но нашел все же, что выпить. Так, больше тут особо я ничего не вижу, если только сесть почитать газетку. А не, даже садиться не надо. Ну, возможно, это он и когда-то был полицейским. лесенка. Еще один ингалятор. Блин, неудобно, он большой. Ну вот. Теперь бы найти дверь с выходом. Че он такой неспешный, в дверь звонит, он такой, ооо, иду, иду. Вы просили сообщить, если я что-нибудь вспомню. Можно зайти? Конечно. Позвольте повешу. Выпейте? Да. Стакан воды, пожалуйста. Сейчас принесу. Стакан воды. Воды стакан. Воды стакан. Из-под крана. И правильно, нехер фильтрованную воду пить. Из-под крана хорошая вода. Спасибо. Ну, че я присяду. Я кое-что вспомнила. Может, это не важно, но в день, когда пропал Джонни, пришло письмо. Письмо? Что за письмо? Адресованное отцу Джонни. Не знаю, что было внутри, но он прочел его и ушел, и больше уже не вернулся. И вы думаете, что есть связь между этим письмом и смертью Джонни, так? Что вы еще можете сказать об этом письме? Не знаю зачем, но я сохранила конверт. Оно все повторяется. У нас тоже немного шансов выжить. Отправлено из района Карнаби. За день до похищения Джонни. Ничего ценного. Разве что адрес. Адрес? Напечатан на старой машинке. Может, пригодится. Может, на твоей старой машинке. Что-то узнаю, позвоню. Стойте, я... Не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. Ну, тогда подсказывай. После нашего разговора я все думала и... Я пойду с вами. Помогу вести расследование. Четко. Четко. Нет. Если вы не согласны, я не отдам конверт. Все или ничего. Слушайте, это расследование очень опасное. А телохранителем я быть не хочу. А сколько у вас зацепок, мистер Шелби? Этот конверт может вывести вас на убийцу. Ну, мы уже и так посмотрели адрес. Понимаю. Дурацкая идея. Не буду отнимать вас время, мистер Шелби. Стойте. Вы не такая, как все, Лорен. Что есть, то есть. Я просто мать. Мать, решившая найти убийцу своего сына. Так что, по рукам? По рукам. По ногам. Ой. Куда едем-то? Оставайтесь-ка вы в машине. Мы, напарники, забыли, куда вы, туда и я. Окей, окей. Че ты орешь? Нервная. Что нам здесь надо? Поговорить с гордик Крамером. С Крамером? Владельцем Крамер Констракшн? С его сыном. Думаете, он мастер оригами? Пока я просто хочу задать ему пару вопросов. Я как-то связи пока не улавливаю, но ладно. Салам, вечеринка неплохая. Ну и тусовка. Крамер ушел в отрыв. Интересно, много он в это бабла вгрохал? Вкусы Крамера обсудим в другой раз. Долго нам здесь торчать? Стремное какое-то местечко. Я поищу в городе Крамера. Оставайтесь и ждите меня. Ладно? Хорошо. А я не смогу вам помочь? Попробуй, помоги. Кому он говорит привет? Тебе привет. Привет! Классно, тут, а? Упоролся. Привет! Ха-ха-ха. Новый лиц. Я тебя раньше не видел. Ха-ха-ха. Что ж, давай познакомимся, приятель. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О-о-о. Вот это правильно. Ха-ха-ха-ха. Ты супер-кореш. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Твой друг. Ты вообще супер-кореш. У моей работы есть и плюсы. Я нашел себе друга. Никто мне не может подсказать. Вы видели, Горди? Увы, нет. Виски чистые, безо льда. Ну, теперь пойдем искать дальше. Не знаешь ничего? Ой, боже мой, что-то тут можно сделать. Классно тут, а? Часто здесь бываете? Не больно-то и хотелось. Блин, ну как же мне найти этого Крамера? Так. Ну как вы? Мне здесь очень не нравится. Что удалось выяснить? Уйти бы скорее. Пока нет. Горди никак не найду. Ну пойду искать. Терпите. Ты не с кем-то мог, кот. Привет. Я ищу Горди. Не знаете, где он? Он где-то промелькнул. Вряд ли ты его увидишь. Он редко тусуется с гостями. Да ну. Зачем тогда эта вечеринка? Сам и спрашивай. Так, ну как вариант, если его обычно нету с гостями, возможно его нужно и не тут искать. Да боже мой, как же сложно найти его. Простите. Я ищу Горди. Я видела, как он пошел наверх. Вряд ли он сегодня еще раз спустится. Привет. Я иду к Горди. Горди. Горди никого не принимает. Более. Слушай, передай ему, что Скотт Шелби хочет с ним поговорить. Ясно? Ты меня реально достал. Проваливай, пока я добрый. Так я до Горди Крамора не доберусь. Надо что-то придумать. Может быть. Я ищу Горди. Не видели его? Что я вот еще могу сделать? Тут появлялось аж три варианта и... Вау. Видишь того парня? Знаешь, как он тебя назвал? Че он сказал? Скотина! Я ему покажу! Ну вот это может сработать. Эх ты сукин сын! Ты че сказал про мою мать! Макака долбаная во враги. Ты че про себя думаешь? Да. Ты че крутой? Только я круче! Ты че?! Макака! Так, прошли наверх, отлично. Что-то я отвлекся на левую часть экрана, когда показывали это. Я даже не смотрел, куда я иду, но, похоже, мы пришли куда нужно. Мистер Крамер? Сейчас будет прикол. Меня зовут Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня к вам есть пара вопросов. Я бы хотел знать, что случилось с Джозефом Брауном. Пошли вон. Слышите? Убирайтесь отсюда. Что вам надо? Свидетель видел, как маленький Джозеф Браун садился в ваш лимузин. С тех пор его никто уже не видел. Я знаю, что вас арестовали и допросили, но один звонок вашего отца, и дело закрыли. А что вы можете об этом сказать? Он заблудился. Я предложил подвезти его. Прибыла полиция. Я объяснил, что произошло, и меня отпустили. Вот и все. Ничего интересного. Правда? Не знаю. Почему-то ваша версия неубедительна. Довольно пороть чушь. Придумайте что-нибудь получше. Хорошо. Я мастер оригами. Я сажаю жертв в машину. Топлю в дождевой воде. Потом бросаю на пустыре с реками, зажатый в кулаке и орхидеи на груди. А все потому, что... Мне скучно, мистер Шелби. А это оригинальное, необычное развлечение. Вы довольны? Или мне продолжить? Разговор окончен. Уберите его! О, Кшончик пошел. Вечно приходится на два фронта еще драться. Ну хотя бы ему весело, да? Наслаждайся. Какие-то охранники, не охранники. Опс, не повезло немножко. Вы ввязались в опасную игру, Крама. Знаете, кто мой отец? Он шевельет одним пальчиком, и завтра с утра вы не проснетесь. Это вам стоит бояться, мистер Шелби. Не мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да уж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, мы приехали по второму адресу. Более-менее целые, если считать, что у него и правда одно или два ребра сломаны. Ммм, полагаю, надо обходить Скорее всего, надо справа идти Там, по-моему, разнесен забор Как раз будет палить Или можно сесть в машину и вынести ворота Кхера, но машину покоться Так что, я думаю, сижу Сходим направо Вот я на самом деле не любитель Дождя в играх, поэтому Как бы у меня Игра, конечно, интересная Захватывающая, но настроение Играть такое, но Не очень Когда дождь особенно Так что я люблю в помещениях Что-то, когда происходит на улице Меня просто Не по себе так, как-то не очень Ощущение, как будто сам мокну А я и мокнуть не люблю Мне кажется, что-то связано с этой бабочкой То есть, надо Было бы по ее следу идти Но если дверь открыта, то Ну, конечно, она закрыта Окей Значит, по следу бабочек Плюс, по-моему, оригами Было в форме бабочки Значит Именно Это и есть подсказка Эта жесть Нет, он ничего не говорит об этом Так Нам не сюда Это не я виноват Ну, а теперь тут осталась Кровь, и его найдут Пани По-другому никак Вечно все так происходит Куда я иду, я не знаю Но Никаких бабочек я не вижу Поэтому пойду вон туда Хотя там заб... А вот и бабочка Значит, нам сюда Старается Крутит Отлично Ну, может переключиться на Очень сложный уровень сложности Что-то нормальное Не такое уж и Нормальное Не напрягает особо Ну, иногда Может быть Упс Не ту кнопку нажал Ах, закрылась Теперь ползи только вперед, чувак что-то вспомнился фильм с не помню как тебя блин битое стекло вот вам и испытания битая старин этот фильм с районом рейнольдсом по моему битое стекло по моему где он назад пути нет придется ползти вперед попытаюсь ползти медленно чтобы не так сильно поранится где он в гробу лежал весь фильм и там ну типа его там террористы запихнули выкуп просили вот по бабочкам пойду надеюсь не порежусь я как бы стараюсь нажимать поменьше этот давай зажигай пламя спички укажет откуда идет воздух я смогу узнать куда мне двигаться какой-то логичный правда дуло по моему слева но сейчас посмотрим где тут дует или меня сейчас электричеством убьет или все будет нормально так давай спичку зажигай ну полагаю мне налево больной блин стекло он кидал я представлю еще где-нибудь камеры он так и сидит и наблюдает как типа пила готов ли ты спасти сэйна готов ли ты сделать там бла 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 так зажжем я кстати не смотрел пилу дурацкий фильм на опять налево вспомню кругами тут шарюсь это конечно нормально но потому что я по моему огибаю эту херню вот так вот я думаю тогда есть смысл двигаться не туда откуда дует ветер а туда ну вообще направо ладно выход все таки ой чё то тут надо помедленнее оползти а то больно и до ускорим все ау 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 ладно лучше помедленнее ладно лучше помедленнее вот это больно наверно так все изодрано ясно похоже у меня и правда нет выбора мне показалось что я видел что-то в этой комнате справа и если это можно не буду этого делать или уже у меня нету выбора все ну ладно к сожалению надеюсь что там ничего не лежало и сейчас я найду подсказку где-нибудь дальше потому что вот там вот слева внизу углу что-то явно мне кажется было я могу отпускать а я тихо тихо а то тут электричество меня это не очень радует ооо это будет весело те электрики сумасшедшие наделают такую херню а потом комнату страха ладно пора спускаться посмотрим что за этой дверью я остаюсь каурт это типа трус то есть можно в целом уйти и ну и все я пока не знаю как мне продвинуться вперед то есть я наверное могу мы блин это не хорошая идея ой 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 сейчас раз два три ой четыре серьезно у меня пальцев хватит по моему здесь и не пройдет окей что нибудь выберем тут плохо вот тут неплохо наверно посмотрим хотя нет вообще вообще говно ну пусть пусть делает о боже сейчас пройдет я надеюсь у него это или не пройдет ладно попробую да боже мой но просто неудобно руки сейчас попробуем я же все правильно делаю вон попробуем еще раз я не знаю меня держать надо или он просто пролезть не может теперь у меня уже совсем все плохо попробую вот здесь что нет пойду там колбасит конечно его знатно да я тут такими темпами не выживал попробуем здесь уже везде пробуем так что и тут попробуем самое сложное так кружок потом зажать у меня не знаю может быть пальцы ну вот видите что получилось похоже я сейчас умру а если я умру то нет может быть он просто уйдет нет не уходи пожалуйста я хочу попробовать а боже мой ну конечно замечательно я не смог не смог но печально и уже ничего не изменить это забавно когда нажимаешь вверх на тебя вся на током бьет очень прикольно ура хотя бы ачивку получил конечно не очень удачно о господи не очень да я выгляжу я 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 не могу я 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 ожоги. Не знаю, смогу ли я помочь. У тебя руки изранены. Надо продезинфицировать. Всё понятно. Значит, от жара надо, дезинфекция надо. Да всё, взяла, в общем. Я не врач, но сделаю, что смогу. Так, дезинфект или мазь. Надо сначала дезинфекант, наверное. Хотя, если это о руках, потому что лучше, наверное, смазать... Ага, вот так, значит. Продезинфицировала. Продезинфицировала. Так, значит, мазь, наверное. Это облегчит боль. Так, теперь... Я не знаю, можно ли сразу лекарство дать. Или она сначала за бинтами. Снотворное, жаропонижающее. Ладно, забинтую его. Ладно, забинтую его. Как же долго. Как же долго крутить надо. Так, Аладдин. Ну, конечно, вот держу же кнопки. Теперь я понимаю, почему меня электричеством убило. А, все, я понял. Вот в чем дело. Делаем вот так. Как чувак из Фаренгейта в какой-то момент. И надеется, что он очнется. КОНЕЦ КОНЕЦ Сама засыпает. Ну, хотя и нормально. Раз бессонница заснуть вообще неплохо. Было бы. Как самочувствие? Бывало и лучше. Долго я так лежал? Около трех часов. Почему ты опять мне помогла? Ты меня даже не знаешь. Знаешь, в детстве я всегда перевязывала братьям разбитые коленки и прикладывала лед к синякам. Но будем считать это силой привычки. Ты говорила, ты здесь из-за бессонницы. У меня довольно сложный период. Вот уже несколько месяцев. Очень многое надо забыть. Я стараюсь как могу, но... Это сложно. У тебя... У тебя какие-то проблемы? Больше, чем ты можешь представить. Ты что, связался с мафией? Ограбил банк или что-то вроде того? Послушай, я благодарен тебе за помощь, но для твоего же блага лучше не задавай мне вопросов. Я бы могла помочь тебе, я... Никто мне не поможет! Ты и так много сделала, Мэдисон. Ясно. Я ухожу. Береги себя. Ух, опять коробочка. Третье испытание. Поменьше бы электричества, главное. Готовы ли принести жертву ради спасения сына? 97.11. Марбл Стрит. Я не виновен, клянусь, я не убивал. Я не замешан в этом деле, я не убивал детей. Да ну, тогда почему ты сбежал от полицейских? Я объяснял, я не явился к полицейскому надзирателю. Я не хочу обратно в тюрьму. Увидев копов, я струсил. Да, струсил и побежал. Показания проверены. У него алиби на три убийства. Черт, этот придурок так подходил! Черт! Да? Ясно. Пришла мать Шона Марса. Хочет что-то сказать. Несколько месяцев назад, в середине ночи, был страшный ливень. Итан вернулся около трёх мокрый насквозь. Я спросила, где он был. Он, а, он говорил о воде, о дожде. А, нес какую-то чушь. Было что-то странное во взгляде. Будто это кто-то чужой. Может, это случайность. Но на следующий день в новостях сообщили о новой жертве мастера Оригами. Найдите сына. Умоляю вас. Я лейтенант полиции Картер Блейк. А это агент Норман Джейден из ФБР. Мы получили данные, что Итан Марс – ваш пациент. Мы хотим задать вам пару вопросов. Простите, я не смогу ответить. Прошу прощения. Я связан врачебной тайной. Я не имею права обсуждать своих пациентов. Моё дело найти Шона Марса живым. И мне наплевать на ваши сраные клятвы. Так, ну что, убеждать психолога будем в следующей части. Но пока закончим. Не очень хорошо получилось вторым испытанием. Но в любом случае не всё может получиться. И даже может быть может сын умереть. В общем, продолжим в следующей части. Всем удачи. Пока. Увидимся.